Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Солигорскому району провела актуальные семинары для индивидуальных предпринимателей и физических лиц по вопросам налогообложения. Нововведения действуют с 1 января и вызывают вопросы среди населения. Солигорск с рабочим визитом посетил Юрий Коновалов, заместитель начальника инспекции по Минской области, на повестке дня вопроса налогообложения доходов физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность с 2023 года. Главным аспектом применения данного налога является то, что плательщиками налога признаются физические лица, осуществляющие виды деятельности по постановлению 851 и установившие на смартфоне, на компьютере приложение налог на профессиональный доход, так он и называется, и уведомившие налоговый орган о применении данного режима налоговождения. Этот налог достаточно прост. Ставки налога 20% это для, скажем, работ услуг, оказываемых белорусским организациям и индивидуальным предпринимателям, при превышении размера дохода свыше 60 тысяч белорусских рублей в отношении, скажем так, доходов, полученных от физических лиц и иностранных организаций. Ставка налога применяется в размере 10% независимо от суммы дохода. На встрече разобрали общую информацию и конкретные примеры, что касается физических лиц, сдающих в долгосрочную аренду жилые и нежилые помещения другим физлицам, то они по-прежнему уплачивают только подоходный налог в фиксированных суммах. Непонимание, в первую очередь, вызвано, скажем так, у тех плательщиков, которые ранее применяли единый налог для физических лиц. Следует отметить, что единый налог плательщики, физические лица вправе применять и в этом году. Там порядка 36 видов деятельности определено для физических лиц. Это не исключает право на применение по этим видам налога на профессиональный доход. Подробнее об изменениях в налогообложении для самозанятых и индивидуальных предпринимателей смотрите 24 января в программе «Актуальный микрофон». На вопросы ответит Елена Сулимчик, начальник инспекции по налогам и сборам Республики Беларусь по Солигорскому району, и Жанна Дегтярева, директор Центра поддержки предпринимательства.